Приветствую на канале правильный выбор. Сегодня я вам расскажу о смарт-тв приставке H96 Max. В описании к видео вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов. В комментариях задавайте вопросы или пишите свое мнение о данном приборе. H96 Max – отличная недорогая ТВ-приставка от известного китайского бренда Wontar. Завоевала огромную популярность среди покупателей благодаря своим высоким техническим характеристикам и оптимальной цене. Модель имеет красивый дизайн и функциональный LED-дисплей. Бокс представляет из себя коробку из глянцевого пластика небольшого размера с острыми гранями. Особо с дизайном заморачиваться не стали. На крышке имеется рисунок в виде метеоритного дождя и название устройства. Снизу имеются вентиляционные отверстия, которые благодаря миниатюрным ножкам не закрываются тем, на чем он стоит. Имеется наклейка с минимальной информацией о характеристиках устройства. На тыльной стороне установлены порты подключения. RockChip имеет поддержку 3D, поэтому вы сможете смотреть фильмы в формате 3D. Аппарат работает на базе четырехъядерного процессора RockChip RK3318 с тактовой частотой 1,5 ГГц и пятиядерного видеопроцессора GPU RM Mali 450 с частотой до 750 МГц. На выбор три вида комплектаций 2х16, 4х32 и 4х64 ГБ с разным набором дополнительных аксессуаров. Все три варианта поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц и Bluetooth 4.0. Поддержка HDR дает более реалистичную, яркую и контрастную картинку. ТВ-приставка выводит четкое изображение в 4К с разрешением 4096 на 2160 пикселей со всех источников, в том числе и с внешнего HDD. Воспроизводит IPTV-каналы и Netflix, поддерживает видеокодеки H.265, H.264 VP9, благодаря которым обеспечивается максимальная детализация и насыщенность цветов. При помощи встроенной функции AirPlay можно выводить изображение и видео, и даже игру на большой экран телевизора с планшета или смартфона. При помощи встроенной функции DLNA вы сможете просматривать файлы изображения, видео, музыку с любого устройства. Компьютер, жесткий диск, подключенные к роутеру, сетевые хранилища. Благодаря наличию разъема USB 3.0 и поддержке внешних жестких дисков до 2 ТБ, устройство спокойно проигрывает тяжелые видеофайлы без тормозов и фризов. Производитель обновил данное устройство до версии Android 10, но на складе поставщика или магазина на данный момент присутствуют комплектации как с девятой версией, так и с десятой, и отправляются случайным образом, пока не закончатся старые остатки. Если вам попадется девятая версия, то при необходимости вы самостоятельно сможете ее обновить до десятой. Переходим к отзывам пользователей. Сначала отрицательные. Сломалось через два месяца. Слабый Wi-Fi модуль. Подтормаживает. Приложения работают не как в смартфоне. С мышкой курсор бегает, прокрутки практически нет. Управление с помощью пульта. Урезанный Play Market. Немного греется. Если выключить, то с пульта уже не включить. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Соотношение цена-качество. Простая настройка. Удобный интерфейс. Красивый дизайн. Хороший набор приложений. Все открывается быстро. Кнопки пульта со щелчком. Быстро скачивает торренты. Работает четко. Не забывайте, что ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель я собрал и оставил для вас в описании. В комментариях напишите свое мнение об этой приставке, мне будет интересно с ним ознакомиться. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!